Верить и видеть. Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Размышления, часть первая. Вопль отчаяния. Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 48 стих. Слепой по имени Вартимей взывает к Иисусу. И в этом крике истинная вера и упование. Когда другие начинают шикать на него, Вартимей не сдается и кричит еще громче. Он надеется и верит, что Иисус может изменить его жизнь. Как только мы осознаем свою нужду во Христе, внутри нашего сердца рождается крик, похожий на крик ребенка. И уже не важно, что подумают другие, потому что мы очень нуждаемся в Боге, в Его присутствии и исцелении, а более всего в Его милости. Когда мы приходим к Иисусу с таким сердцем, мы знаем, что найдем Его и познаем Его любовь. Применение. Что мешает вам взывать к Богу? Чему вас учит пример Вартимея? Размышления, часть вторая. Прямые просьбы. Евангелие от Марка, 10 глава, 49 по 52 стих. Когда Иисус призывает Вартимея, тот сбрасывает с себя верхнюю одежду и вскакивает на ноги. Иисус задает ему вопрос, чего ты хочешь от меня? И Вартимей отвечает прямо, зная, что Иисус имеет силу дать ему то, что он просит. Иногда в молитвах мы ходим вокруг да около, боясь, что Бог не ответит, если мы будем просить напрямую. Эта история четко показывает, что не надо об этом переживать, потому что Бог – Благой Отец. Он заботится о нас и способен восполнить всякую нашу нужду. Мы должны идти к Нему, как Вартимей, сбрасывая все, что мешает нам, и честно, открыто просить то, что нам нужно. Применение. Как Бог отвечает на ваши молитвы? С какой просьбой вы бы хотели сегодня к Нему обратиться? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за Твою любовь и заботу. Взываю к Тебе, потому что знаю, что без Тебя не могу. Приношу Тебе свои прошения, зная, что Ты слушаешь и отвечаешь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok